Привет-привет всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Клена Босс, и сегодня у меня немножко необычное видео. Во-первых, по теме. Обычно такие видео я снимаю внутри влогов, распаковки подарков от девочек. А во-вторых, я попытаюсь сегодня снимать сразу с двух камер, и сейчас вы видите меня со штатива, собственно меня. А потом вы будете периодически смотреть на мои говорящие руки, которые будут открывать посылку. Попробую снять такой формат, и если вы его сейчас видите на канале, значит мне более-менее понравился результат, и я решила его опубликовать. А вы пишите, когда досмотрите это видео, собственно понравилось ли вам такое видео или нет. Извиняюсь за мой антураж тут, но когда вы посмотрите на руки, здесь получше. Единственный момент, что здесь вот у меня часть закрыта штатив, на котором стоит сам стабилизатор, на котором держится второй телефон. Теперь у меня два телефона, и я могу снимать двух телефонов. Итак, давайте, собственно, о посылочке. Как я сказала, уже обычно я такие видео снимаю в формате влогов, но здесь пришла большая посылка. И опять же, вот эта вот причина, что хотела попробовать снять небольшое видео. В общем, смотрим посылочку от Алисы. Алиса владелец магазина с игра-подружка, дизайнером которой я являюсь, и таким ленивым дизайнером. Редко у меня выходит видео в рамках этого, в рамках дизайнерства в этом магазине. Ну вот, Алиса решила мне прислать подарок к дню рождения. Я, честно, уже пыталась его вскрыть. Открыла саму коробочку, она вот тут вскрыта. И там, как всегда, девочки, вы специально это, наверное, делаете, да? Потому что вы еще каждую вещь отдельно упаковываете, какой-то материал или подарок, да? Отдельно упаковываете, и я не могу до видео посмотреть что-то. Большую коробку-то я могу вскрыть, а уже мелкие как-то боязно хочется все-таки на видео вскрывать. Ну давайте посмотрим, здесь Алиса такая красивая бумажка тиши, она какая-то такого бронзового цвета, эффектная очень. И тут целая куча сверточков и открыточка. Я, правда, еще не читала, но посмотрела ее открыточку. Она такая чудесная, смотрите, какая крутая. Надеюсь, вам там видно. В таких тонах красно-черных супер просто. Просто как-то давно-давно, года два назад, я делала альбом скраповой в таких же тонах, черно-бело-красных. Свадебный был альбом, заказ. Но у меня его почти никто не видел, потому что он, ну, по мне, получилось, мне кажется, слишком вульгарно. Я не смогла совместить эти цвета. А у Алисы, смотрите, как круто получилось. Здесь и бабочки такие здоровские, такие тяжеленькие, как будто они прям глиняные. И рамочка там глиняная, и цветочки суперские, какие-то еще цветы из такой вот сеточки, вырубка, короче, ну, мега супер. Алиса, первый раз держу твою работу в руках, и внутри там пожелания, и обнимай Алиса. Алиса, я тебя тоже обнимаю. Хорошо будет смотреться здесь у меня открыточка, давайте вот так ее положим на стол. И давайте смотреть следующие сверточки. Тут я уже чуть-чуть читала надпись, где-то была надпись для модной, наверное, жизни. По крайней мере, я так прочитала, там посмотрите. Смотрите, какие теги, они еще с такими набалдажниками здоровскими. Это у тебя нож такой, Алиса, интересно, нет? Я вообще не знаю, у тебя есть машинка для вырубки, нет? Кстати, я все, наверное, выложу со сверточки. Здесь вот было для приятных ощущений, и там по ощущениям какие-то бутылечки. Наверное, что-то для тела, для творчества и вдохновения. О, это самый загадочный такой сверточек. Уберу большую коробочку, здесь вот так вот видно. И сейчас будем все вместе открывать. У меня сейчас тут все попадает, потому что я тут все расположу сразу на штульях. И у меня тут рядом подоконник, и он всегда-всегда завален всем. Так, с чего начнем? Ну, давайте, наверное, вот для модной жизни, наверное. Если я правильно прочитала, что же здесь. Даже надо как-то аккуратно открыть. Так, подергаем, подергаем. Так, и что же там? Так, 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 разрываем уже эту упаковку. О, здесь губы! Правда, они блестят. Это, наверное, леденец, я так думаю. Может быть и не, да, карамель леденцовая с губенами. Жалко вам отсвечивает. Может выключить свет вот так? Вот так может быть будет. Вот тогда он у меня сверху светит, и я так страшнее выгляжу. Давайте вот лучше так оставим с желтым светом, губенами. Давайте еще посмотрим. И какая-то баночка тоже, наверное, вкусняшек. С клубничным вкусом. Флув. Аромантный кремовый зефир. Смотрите, я такую штуку в жизни даже не видела. Что она такая существует? Ах, а... Бутербродный крем. Это как раз для меня, Алиса. Вот это удивило, это удивило. Предлагаем попробовать белый хлеб, кремовый зефир и арахи в свою пасту. А, блин. Все, мы, наверное, сегодня с Севой засядем за эту штуку. Надо хоть открыть ее, понюхать. А, она закрыта. Ладно, я потом открою ее. А то сейчас я еще тут запачкаю и все ей. Но никогда я такую штуку не пробовала. Пишите, пробовали ли вы, и Алиса, пиши, где ты ее взяла. Потому что, я думаю, девочки будут спрашивать. Смотрите, все так в тон, красное. И открытка красно-черная. Блин, интересно, здесь будет такой подарок стильный. Так, для приятных ощущений, бутыльки тоже же ждут рвутся наружу. Давайте все вместе. Тежики такие крутые. Вроде ничего такого, да? А вот за счет вот этих вот круглячков смотрится здорово. Все, я теперь куплю такой нож. Обязательно. Так. Давайте разбирать ее упаковку. Первое, что у меня. Здесь крем для рук и ногтей, грейпфрут и маслом лаванды. Блин, круто, спасибо. Я, честно, вам скажу, я вообще не разбираюсь в косметических средствах. Честно, вот когда мне что-то надо, я пошла. Просто первое, чтобы бутыльку понравилось, то и купила. Поэтому я не знаю, крутая ли это фирма или что это вообще. Но спасибо, обязательно буду пользоваться. Потому что я вообще не приходила в этих делах. И такой же фирм. Французские традиции гигиены и косметологии. Молочко для тела. Ой, это я люблю, кстати. Мне полезно. Да. Спасибо большое. Ой, здесь еще что-то. Бальзам. Бальзам для губ. О, здорово. Спасибо. Сева, кстати, тоже любит. Особенно в морозе. Он просит, чтобы мы помазали губы этой гигиенечкой. И большой-большой сверточек у нас тут. Для меня тут. Больше тут рядом со мной нет. Так. Для творчества и вдохновения. Ну, вот это самое интересное. Что же там такое? Хотя, вот это я вообще не предполагала, что здесь будет вообще. Алиса, ты меня прям удивила. Каждая девочка мне присылает подарок. И каждый раз какое-то удивление. Что-то вообще нетипичное для меня и такое интересное. Так. О, там ткань. Ткань, кажется, оттуда. Блин. И кожзам. Как круто. Все, все. О, Алиса, спасибо большое. Я все вручу эти шнурочки здесь. Здесь кожзам получается под дерево светлые. У меня какой-то был похожий отрезок. Я его берегу. Ну, вот теперь его можно пустить в работу. А этот буду уберечь от Алисы. Смотрите, как здорово. С бантиком розовым. Под цвет вот глитерного кожзама. Или ткань глитерная. Ну, в общем, на тканевой основе такой розовый. Кстати, часто у меня раньше был в обиходе такой вот розовый кожзам. Точнее, глитерный кожзам. В последнее время что-то перестали заказывать. Может, потому что я его перестала покупать и предлагать заказчикам. Ну, в общем, теперь будет. Спасибо большое. Мори Тифтон тоже. Ой, там что-то выпало. Подождите. Мне кажется, это Тильда. Очень похож на ее принт. Сейчас посмотрю. Да, Тильда. Написано, как круто. Я же недавно купила в магазине скрапности один отрез Тильды. Но он такой винтажный. Больше не такой ходовой. А этот, смотрите. Прямо надевать очковую какую-то работу. Будет здорово. Я думаю, вы сверху там видите, какой он крутой. Такой большой отрез. Алиса, спасибо большое. Теперь у меня есть такая другая ценность. Не буду предлагать заказчикам какую-нибудь работу по вдохновению сделаю. Так здорово. Так, еще здесь пафтон. Смотрите, серые вот такие цветочки. Вообще, я ими обычно не пользуюсь. Потому что, как правило, они каких-то ядовитых оттенков у меня попадались. И не вшли в работу. Но вот эти серые, я вам скажу точно, у меня пойдут в работу. Так стильно, здорово смотрятся. Очень круто. Мне так нравится. Блин, здорово. Так, еще здесь рамочки от Art Studio Prosvet. Они металлические, по-моему, да? Так, ротворчество сделано в России. Не вижу, с чего сделано. Но по ощущениям, да, это металл такой холодный. Спасибо большое. Как раз для моих каких-то таких гранш работ. Будет здорово смотреться. Еще их всех потонировать, побрызгать. Так, еще здесь чипбордик. Тоже, наверное, от просвета. Да, от просвета такой резной симпатичный чип. Еще чип вот такой. Вот с рамочками. Большие-большие рамочки. Но как рамочки, наверное, я его использовать не буду. А вот пустить куда-нибудь в слои какие-нибудь растительные работы. Как раз вот здесь. А вот так надо держать. А может быть, вот так? Нет, все-таки вот так надо посидеть. Так вот, в слои пустить какие-то растительные работы обязательно. Рустик, что-нибудь такое. Спасибо, Алис, большое. И здесь что-то. Это, наверное, натирки какие-то. Судя по палочке. Звездочки. Здоровские. Не раз не пользовалась натирками. Но я видела, что они существуют. И я даже вам скажу, что как-то была распродажа у кого-то. Я купила один набор натирок. И даже не попробовала его. Там я что-то купила рублей за 20. Его, он какой-то старый был. И я даже не попробовала им воспользоваться. Давайте откроем, посмотрим хоть что-то такое. Такая калечка. И на ней звездочки. А, вот так. Вот так. Да, как интересно. Надо почитать хоть как пользоваться натирками. В общем, вы знаете, напишите их. Просто так переводить. Он уже кусочек от звездочки я натерла. Короче, надо меньше трогать. Вот. У меня, кстати, сейчас проект. Там есть такие золотые звезды. Я там использовала ацетатный лис со звездочками, по-моему, от Польки Дуат. И вот, кстати, эти звездочки тоже туда можно пойти. Короче, Алис, спасибо большое. Такое все удивительное. Вот смотрите, опять же. Каждая мне девочка присылает. И вообще не типичный. Вообще, что меня удивило, это вот зефир. Я еще попробую и напишу вам комментарии. Если я раньше попробую, прежде чем выложу это видео, обязательно внизу напишу свое мнение, что это за штука такая. Я даже не видела. Вот. Ну и Тильда, блин. Это очень здорово. Тильда, Алис, спасибо большое за поздравления. Вообще, девочки, всем спасибо за поздравления. В этот день рождения просто какой-то аврал. Потому что, ну, в прошлом году меня тоже поздравляли девочки. Но в этом году меня больше 200 человек поздравило. Я прям преувеличиваю. Потому что у меня в день рождения я выложила пост со своей маленькой фотографией, да. И там мне отписалось в поздравлении больше 100 комментариев только от людей. То, что я даже не отвечала всем спасибо. Я, честно скажу, не видела смысла прям каждому 100 раз отвечать спасибо. Я решила, что к каждому зайду и поставлю по несколько лайков под фотографиями. Так будет поинтереснее и приятнее человеку. То, что я как бы немножко внимания ему уделила. А не просто написала так сухо спасибо, да. Вот. Короче, ну, это мега круто. И в личные сообщения ВКонтакте мне больше 50 человек написало. Даже с лишним. Я целый день сидела отвечала на сообщения. Потом в Инстаграме, также в этом директе мне писали. В общем, везде мне девочки писали поздравления. Мне очень-очень приятно. И еще в этот же день на моем канале было 10 тысяч подписчиков. Прямо именно в этот ровно день. За день до этого было 9995. И вот в день прибавилось 5 подписчиков. Я все ждала, мне было интересно, получится или нет. У меня 10 тысяч подписчиков. Так что меня можно теперь еще поздравить с 10 тысячами подписчиков. Короче, вот такое видео получилось. Я не знаю, понравится он ли вам, нет. Понравится ли оно мне и выложили его, нет. Алиса, спасибо тебе еще большое за подарочек. Обязательно оставлю ссылку на Алисин магазин. У нее постоянно какие-нибудь новиночки американские приходят. Заходите, посмотрите. И всегда приятные цены и быстрая доставка. Причем и с ДЭКом, и почтой России. Рада, что вы со мной. Побольше времени вам на скраб. И пока-пока. Продолжение следует...